Я максимально циничный и прямолинейный тип. Блогеры — это лодыри номер один на планете. Я люблю лежать на боковой, на диване и считать наличку. Наворовали реально. Я люблю деньги, я люблю зарабатывать легко. Чем легче и проще, тогда иди сюда. Ну что ты, кослячья борода. Я знаю, что такое получить по голове. И что такое отвечать за слова. Я могу разговаривать так, будто я только что с этим самым в Конгрессе был в США. Я такой тип, что если надо где-то что-то безответственно отнестись к чему-то серьезному, то залетайте ко мне, я за вас буду относиться максимально безответственно. Друзья, всем привет. Это «Ходят слухи» наконец-то после карантина. Снимаем для вас «Ходят слухи». Мы движемся к отметке в 400 тысяч подписчиков. Спасибо вам огромное. И спасибо тем, кто смотрел интервью для PeopleTalk. Кто не смотрел еще это интервью, вот здесь я оставлю под этим видео ссылочку. Сегодня у нас человек, которого вы можете не знать, потому что у нас очень разная с тобой аудитория. Может быть. В общем, Сережа 0.1к у нас в гостях. Кто не смотрел интервью у Анатолича год назад? У тебя было 285 тысяч. Да. Ты гражданин Молдовы, который живет в Украине. Женат, есть ребенок. Снимал истории для себя. Потом это... Переросло в то, что именно сегодня. Переросло в блогерскую тему. Также ты биржевый трейдер. Верно. Основные запросы в гугле это Сережа 0.1 трейдинг, Сережа 0.1к википедия, на какой бирже торгует 0.1к и Сережа 0.1к отзывы. Ну расскажи, на какой бирже ты торгуешь? Это абстрактный максимальный вопрос. Для людей, которые не в теме и которые далеки от этой сферы, нету одной определенной конкретной биржи. Смотря какой ты трейдер, они есть разные, диверсификации и так далее. Поэтому есть фондовый рынок, есть и крипторынок и так далее. Можно торговать там фьючерсы, можно торговать опционы, можно торговать фонду, можно торговать крипту. Поэтому я торгую маржинальные торги. Это BitMEX, это Binance. Я ничего не понимаю, но ты тех... Слишком вникать для людей, которые не в теме, они не понимают, что это такое, о чем идет речь. Поэтому слишком сильно копать тут не имеет никакого смысла. Но есть торги, есть маржинальные, есть немаржинальные торги. Поэтому BitMEX, Binance. А что за 0,1-ка отзывы? А отзывы не знаю, о чем. О рекламе, обучении? Возможно, скорее всего. Да, да, да. Какие-то инфопродукты, да, которые тоже присутствуют. Скажи, у нас же был карантин. Что для карантина для тебя было важным? И после ты понял, что это вообще не играет никакую роль в твоей жизни? До карантина и после. Да ничего, все было нормально. У меня было все хорошо и до карантина, и после, и во время. Карантин мне пошел на пользу вся сложившаяся ситуация. Ну, это было вовремя, потому что я больше стал время проводить дома. А это важно. Ну, минус, потерял деньги, потерял, обесценились активы. И в целом из-за ситуации в мире, из-за того, что падают любые абсолютно. Вот, допустим, мы, тот же, та же крипта упала, и не только крипта. Есть какие-то суммы, которые можешь назвать? Во-первых, я потерял не то, что обесценивание актива. Обесценивание актива – это одно. Второй момент. У меня люди не работали в офисе. Вот, пацаны, которые у меня торгуют в офисе, они не работали. При этом я платил аренду в офисе и так далее. Это тоже влечет за собой какие-то потери финансовые. Ну, вот такие суммы не сильно большие, но для меня существенные. Ну, я помню, ты у Анатольевича рассказывал, что на Инстаграм ты плюс-минус зарабатываешь в месяц 15 тысяч долларов. Да. Вот потери на твоем бизнесе – это больше? Больше намного, конечно. В два раза, в три? В три, в четыре, в пять больше. А, то есть это больше 100 тысяч долларов в месяц? Нет, не больше 100. Нет, это не в месяц. Суммарно заводят период этой всей движухи последние месяца два. Но это тяжело, это очень тяжело оценить масштаб, потому что это не происходит внезапно. Это в целом процесс длительный, ну, обесценивание актива, падает цена и так далее. Так что, с одной стороны, это, ну, это негативный момент, да, всего карантина и так далее. Но тут я не, я бессилен, потому что теряют все, не только я. Так что здесь просто нужно смириться с этим и просто пройти через это, потому что такое у меня на моей практике уже было. Психологически давит как-то или отпустил? Да нет, ну, как давит? Давит, это такое понятие очень, давит. На тех, кто давит, наверное, такие моменты, они этим не занимаются. А расскажи, Инстаграм как-то компенсировал заработок? Да он всегда компенсировал, я же никогда не скрывал это. Я люблю деньги, я люблю зарабатывать легко. Чем легче и проще, тогда иди сюда. Ну, я готов легче и проще заработать. И, естественно, это существенный Инстаграм. И не только Инстаграм, дело не в рекламе. Я мало рекламы делаю, я не снимаю ее практически. Потому что нет времени на это. Я и монетизирую Инсту другими способами. Это там перелив трафика, продажа какого-то определенного инфопродукта и так далее. Это все по итогу конвертируется в деньги. А Инстаграм это не... Ну, реклама в Инсте, я мало рекламы делаю, потому что у меня нет времени, нет желания особо. Вот и все. А на поздравлениях сколько сейчас? А я их год не делал. Не делал год. Вчера видел. Так вот начал делать пару дней назад. Потому что посчитал, сколько теряю денег в месяц из-за этого. Я думаю, притормолисты. Надо взять и поснимать. Ну, опять же, вот вчера я не выложил, одно снял, не выложил. Потому что взял, напился, забыл. И не выложил. Потом вернешь деньги или выложишь всего? Да, менеджер вернул мне деньги. Помните фильм «Большой» с Томом Хэнксом? Та самая известная сцена, где 13-летний мальчик в уличном игровом автомате желаний загадывает желание стать большим. А на следующий день просыпается и обнаруживает, что превратился в 30-летнего мужчину. Желания имеют свойство сбываться. Но к чему я это? В мае стартует акция «Колесо удачи» в Huawei App Gallery. Подарок получит каждый, кто будет следить за анонсами в App Gallery и на форумах Honor Huawei. Правила участия. Участник должен скачать приложение из списка. И за это действие он получает шанс крутить колесо с призами. Призов много и они разные. Проиграть невозможно. Переходите по ссылке в описании. Участвуйте и побеждайте. Смотрим дальше интервью. Расскажи про детство. Отец у тебя из Молдовии. Да, родители. А мама в России живет сейчас. Ну, конкретно сейчас, да. Она вообще родом с Молдови. Да, расскажи, как у тебя прошло детство? Обычная классическая семья в те времена, 90-е годы. Ну, родители в разводе давно. А я как-то... Каких-то воспоминаний нету таких ярких, хороших и так далее. Ну, детство как детство было. Учился, жил в селе, гонял гусей, куриц. Ну, какое оно было? Тяжелое? Да, я бы не сказал, что тяжелое. Тяжелое не было. Не уделяли тебе время или уделяли родители? Мне кажется, тогда вообще все это поколение, которые родились с начала 90-х, они все были обделены вниманием и так далее. Я сейчас сравниваю со своим сыном то, насколько я ему много уделяю времени. И вспоминаю себя, ну, тогда. И понимаю, что я сейчас по отношению к нему правильнее как-то поступаю. Тогда были другие времена, тогда были другие обстоятельства. И в целом было тяжелее родителям в том числе. Даже учитывая этот факт, что у меня родители в разводе, и мама... Я жил с мамой и сестрой. И ей, наверное, было тяжело. Поэтому тогда люди не думали, ну, в моем детстве, о том, чтобы там ребенку было комфортно, и купить ему батут и так далее. Не могу сказать, что там тяжелое. Не хватало отца, да, не хватало полноценной семьи. Но это сказалось на мне в каких-то моментах позитивно. А в каком они возрасте разошлись? Я даже не помню. Я был года два. Прям маленький, да? Да, я их вместе не помню. Ну, виделись при этом. А просто ты рассказывал, что ты заблокируешь везде отца. И маму тоже. А почему? Ну, потому что они смотрят, и они верят. Я начинаю там трусить, что-то рассказывать в историях. Она звонит, говорит, почему? Это же неправда. Я говорю, так подожди. Папа звонит или мама? Мама, папа понимает. Ну, вот маму, я не знаю аккаунт, она левый создала новый. Батя тоже, у них левый аккаунт, я не знаю, не могу блокировать. А ты ездил к себе на родину? Экскурсию в Криковские подвалы. А мы завтра хотим поехать. Туда? Да. Это тебе интересует такого? Куси. Ну, это не заукрит, фактуру реклогу. И там виделся с папой, как вы с ним общаетесь? Нормально. Абсолютно нормально, не осталось? Ну, в последнее время, ну, почему? Вот это такое, приходит, наверное, со временем, когда отношения разглаживаются. Ну, нормально общаемся. Никакой обиды детской за то, что бросил вас? Да никакая обида, потому что, ну, он конкретно в данном случае, если вспомнить то, насколько мне не хватало полноценной семьи и отца тогда, я понял, как делать нельзя. Поэтому я сейчас сыну уделяю максимальное время, то есть это какой-то определенный антипример. Из-за того, что у родителей не было нормального брака, ты сейчас максимально стараешься компенсировать своей семье то, что тебе не хватало с твоим детством? Ну, что не было у меня в детстве. Наверное, ну, не наверное, так и есть. А, например, что это? Время, как минимум. Время проводить с семьей, с сыном. Ну, находиться дома. Ну, для него важно, чтобы я с ним куда-то сел в машину, поехал куда-то покататься или что-то объяснить ему какие-то моменты, ну, бытовые, обыкновенные, которые ребенок может не осознать. А потом он пройдут года, он будет вспоминать. У меня не было этого, потому что я видел отца довольно редко, там, два раза в год, два-три раза в год, ну, на то время. А если взять время и финансовые возможности, если нет финансовых возможностей, но есть время, это потом как-то отражается хорошо на ребенке, как ты считаешь? Да нет, я думаю, что деньги, как бы это ни звучало цинично и неправильно, деньги – это очень важно, это нужны в любом случае, потому что время, время, время не будешь сыт. Ну, надо найти баланс везде, но я же не говорю, что я какой-то самый идеальный отец и так далее. Ну, я стараюсь дать то, чего не было у меня, даже тех же денег. Ну, я рад, что могу себе позволить купить ему какие-то там дорогие игрушки, хорошую одежду и так далее. Я ему об этом говорю, что у тебя дорогая одежда, у тебя дорогие игрушки, чтобы он знал, что для меня важно, чтобы он это осознавал. Ну, тогда в моем детстве это были, это несравнимые вещи. Тогда были другие времена, другие обстоятельства, другие доходы и в целом сложнее было у всех. Не только у меня. А у тебя мама живет в России, у нее там какие-то отношения новые, почему, как она оказалась в России? Там вообще маму я знаю очень плохо, хотя, ну, всегда были в хороших отношениях, я ее знаю плохо, потому что мы очень мало времени провели вместе. Ну, вот я был ребенком, ну, там до 10 лет, я был, жил с мамой, после этого переехал к отцу. А как ты стал отдельно жить? Ты как-то начал уже зарабатывать в новом возрасте? Да. А что это было? Да. Суть не в этом. Я рассказывал об этом. Долгая история. Но были какие-то разные моменты. Ну, хоботился от такого плана? Нет, не хоботился. Нет? Ну, были банальные, банальные, простые какие-то схемы, там, купить дешевле, продать дороже и так далее. Плюс было, я играл в, ну, кто в теме, они понимают, что такое линейка, дота и так далее, я играл в Perfect World PV. И там, ну, присутствовала определенная схема, но это был скам, по сути. Ну, помимо этого были другие разные моменты, которые позволяли мне тогда переехать, жить отдельно. И после этого был универ, первый курс, после первого курса я, да, на первом курсе я получил американскую визу, поехал в Америку, там встретил жену. И все, и после этого вот оказался в Украине. А расскажи, когда началась вот война между Россией и Украиной, как-то с мамой изменились отношения? Да нет, нет, конечно. Почему? Ну, мы в хороших. Нет никаких спорных моментов? Нет, абсолютно. Потому что новости там и здесь абсолютно разные новости. Она не ведется, она прекрасно понимает, что такое телевизор и что такое дезинформация. Нет, ну, как-то такие моменты, у нее столько проблем и столько работы много, что она, наверное, даже нет времени ей обращать внимание, что там и как там. А ты им как-то финансово помогаешь или они? Да. Ну, естественно. Полностью обеспечиваешь? Ну, что значит полностью? Какая-то определенная сумма денег, она несущественна. Для мамы она очень существенна. Ну, я помогаю, естественно. Постоянно, регулярно. Изменились ли у тебя отношения с родителями, когда у тебя появился ребенок? Я не знаю. Ну, смотри, в этом я максимально циничный и прямолинейный тип. Мне все равно. Меня интересует, знаешь, меня интересует, чтобы у меня все было хорошо. Я лежал на диване и все. А то, что изменились, не изменились, я не знаю, мне все равно. Даже если изменились. Ну, вот, реально, мне все равно, что думаю. Даже тот же такой же момент, казалось бы, важные отношения с родителями. Там мне как-то, ну, что, ну, нормально. Окей. Плохие, неплохие, хорошие. Ну, мне все равно. Мне главное, чтобы у меня все было хорошо. Изменились, не изменились. Ну, не знаю, с отцом стали лучше отношения. Потому что я стал старше. Я начал понимать какие-то моменты, которые, казалось бы, когда-то звучали смешно и так далее. А сейчас осознаешь их. Ну, рождение сына, конечно, для них это важно было, наверное, то, что внук и так далее. Я, наверное, это лучшее, что произошло со мной когда-то. А ты еще хочешь детей? Хочу, но жалко времени. Я понимаю, что это надо жертвовать. Ну, два года ты отпадаешь вообще из колеи. Поэтому это, ну, очень ответственный шаг такой. А это, в конечном итоге, сказывается на всем, и на бизнесе, и на отношениях в целом. Так что это сложно. Насчет твоей жены. Ты чаще всего снимаешь истории, если вы где-то отдыхаете, либо проводите время вместе, но дома ты ее не снимаешь. У вас какое-то правило есть? Нет, я снимаю видео. Она часто бракует, то, что я снимаю. Я что-то снял, ляпнул, потом показываю. А, ты на проверку даешь. Ну-ка, нет, если я выложу, то, мама дорогая, это же для девчат важно. Мне все равно вообще. Я, во-первых, не показываю лицо. То есть что-то там снял, ляпнул и все, и полетел. А ну, для девушек, женщин важнее, естественно, как выглядеть. Ты как-то выставлял, что женщина – это лицо мужчины, и вы там не о себе думаете, а вот подарите дорогой подарок. Да, я сторонник такого мнения. Хотя мне скажут многие, что это дебилизм. Нет, ну, многие не понимают, есть разный уровень отношений. Отношение парень-девушка – это одно. А когда муж и жена, мы уже вместе 8 лет, это как камни под водой, что углы разглаживаются со временем. Поэтому, действительно, мне приятно, ну, опять же, циничный момент, но мне приятно куда-то с ней заходить в ресторан, и я понимаю, что на ней там сумка, кольцо и так далее, но стоит бабок. И я понимаю, что ну вот этот тип в спортивных штанах рядом, он решил вопрос. А для мужчин это важно, ну, для меня это важно. Когда я смотрю, я понимаю, что это я, ну, обеспечиваю все это. И это не какой-то, блядь, как называется, вот это что, просто товарные отношения. Нет, товарные отношения, когда вы знакомы 3 недели, и уже малая, говорю, давай покупай Луи Виттон и так далее, полетите. А когда вы уже вместе, когда я жрал консервы с ней давным-давно, а потом пришел к тому, что могу ей делать какие-то дорогие подарки, ну, для кого-то дорогие, для кого-то нет, то это другой уровень немножко взаимоотношений. Так что ничего в этом нет. Ну, я сторонник того, что я думаю, что вот женщина – это показатели… Успешности мужчины, да? Ну, если это не парень с девушкой, которые там живут недолго вместе, ну, это жена, то, конечно, это важно. А какие ты ей дарил подарки, что ты прям сам гордишься? Да не за то, что она хотела, то есть дарил. То есть ты спрашиваешь, что ты хочешь? Да, я не могу. В этом вопросе у меня вообще фантазия такая, как пробка-коробка. То есть я вообще ничего не могу придумать, что-то там, ну, сюрпризы какие-то. Нет. Ну, то, что она хочет. Мне проще так. Потому что бывает такое, что я могу что-то купить, это окажется полная херня. Ну, у нее свой вкус и так далее. Поэтому, ну, проще взять, спросить. Ну, например, скажи, я видела, ты кольцо дарил? Да, кольцо, там капля в море. Ну, сколько кольцо? 3 тысячи, 4 тысячи долларов? Да я не помню даже, сколько оно стоило. 3 тысячи евро, что-то типа такого, или 2 копейки. А что самое дорогое ты дарил? Ну, машины покупал. Только жимка тронулась в первый раз на новой машине, и чуть уже не въебался. Пацанчики, welcome to the club, то есть добро пожаловать в клуб, то есть пора менять коробку, то есть пора менять это самое. Ну, хотя машина это не подарок, это необходимость, да. Ну, не знаю, суммарно я не считаю. Это просто какие-то, ну, аксессуары, сумки. Ну, расскажи, чтобы мы позавидовали, что ты даришь такие дорогие подарки. Не надо, не надо. Дорогие, это для кого-то дорогие, для кого-то смешные суммы, для кого-то это очень большие деньги. Расскажи, что ты даришь. Пусть будет мужчинам пример, а девушке… Аксессуары, девчата любят аксессуары. Например, сумки? Сумки, да, сумки, да. Кольца? Да не совсем кольца, у меня немного потеряла даже обручалку. Аксессуары в основном, да. Ну, либо одежду, ну, бери, покупай, что хочешь, одежду, заказывай. То есть сумму не обсуждаете? Ну, не, подожди, есть разные моменты, конечно. Ну, что такое сумма? Естественно, это все, она не наглеет никогда, и она никогда не будет вести себя в этом вопросе нагло и дерзко. Все, иди и покупай. Ну, было такое, что я набухался и висел в заведении плотно, дай Боже, с меданой. И она звонит, а я, ну, был, выпиши, говорю, слушай, что ты звонил, выбирай любую сумку, и забыл через три секунды. А потом на следующий день предъява летит, говорю, все, ты сказал вчера, и вот взял, купил. Ну, это такое. Это частая практика или впервые? Ну, бывает разное. Как, ну, вот было, что я уронил кальян ей на бедро и обжег ей ногу кальяном. Тоже сказал, что извини, но куплю тебе сумку, которую захочешь. На следующий день пришлось купить. А мне не жалко, потому что я же не для чужого кого-то человек. И плюс, это же не инвестиции, это как минимум сохранение капитала. Хорошие сумки, это стоит хороших денег. То есть это не впустую, всыпал куда-то. Ну, есть эта сумка, да, но пускай будет таких еще несколько и так далее. Вот у меня есть сумка за 3000 евро. Я ее носила пару раз, хотела ее продать, и мне сказали, что она уже 1700 стоит. Ну, правильно. Я как-то расстроилась. Тоже думала, что можно вложить и потом вернуть эти жители. Не, ну, если говорить о бизнесе, видимо, выгоднее просто покупать их б.у. По нижнему прайсу б.у. рынка и просто держать. Да. И просто продавать. Хотя есть же модели разные. Комиссионные. Бирки не растут в цене постоянно. Бирки не растут, крокодиловые. То есть ты сам пришел к тому, что вот нужно любить свою женщину? Это нужно вкладывать? Или тебе все-таки жена подсказала? Вкладывать лучше так, очень рыночно вкладывать. Главное, знаешь, что я сам по себе, мне жалко денег. Капитально максимально. На себя? Вообще на все. Я люблю лежать на боковой, на диване и считать наличку. Серьезно? Да, считать, взять и считать. Я с этого кайфую. Если бы я был таким жлобом вот там где-то глубоко в душе, я бы не покупал этого. Но для меня, ну мне не жалко. Есть моменты, на которые вот на себя, например, на что-то жалко. Что реально смотришь и думаешь, что это не стоит таких бабок. А для нее, ну, женщины не остаются, им важно в первую очередь перед другими женщинами показать, что она красивая, модная и так далее. Поэтому, ну, мне не жалко, в общем. Это не муж и жена, это другие отношения, чем какие-то. Ну, просто уверен в том, что женщине важно выглядеть красиво. Это важно. Красота требует денег. А по поводу часов. Ты у Анатолича рассказывал, что хотел себе Rolex купить? Взял и купил недавно. В итоге купил? Да. Бушные или новые? Не, новые абсолютно. А покажи какие? Покажи людям. GMT-2. Ничего этого самого. А ты же другие хотел? Ты хотел субмарин? А эти дороже. Эти дороже намного. Ну, относительно. Date как эти? Datejust. Да. Ну, эти дороже. Это жалко было или нет? Нет, это было решение одного дня. Я принял. И такие решения я принимаю их спонтанно. Было жалко. Я их мог себе пять лет назад купить. Ну, не пять там, например. Ну, мог их давным. Ну, было просто жалко. Ну, нет. И все. На что-то другое не было жалко. А просто взял, решил, купил. Ну, есть они, если что, накинул их и ничего не поменял. Ну, приятно. Ну, приятно где-то там, что есть. Я знаю, что будет приятно, когда я их подарю малому своему. А. Почему я их беру? Потому что у меня есть и другие дорогие часы, не только эти. Для чего беру? Для того, чтобы ему подарить когда-то эти часы. Потому что я думаю, что, ну, я часы люблю. У них много. У тебя было десять пар год назад? Что-то где-то такое. Сейчас столько же и больше. Ну, они не такие. Там я еще купил брайтлинги. Ну, эти и еще одни. Ну, это не такие. Вы же прямо и не знаю. Ну, это самые дорогие. Да. Ну, есть, есть. Подарю когда-то на лому. Плюс они растут в цене всегда. Конкретно Submariner и GMT-2. Они растут, потому что они сняты с производства. Каждый год пять-десять процентов. Я знаю, у меня есть клиент близкий. Он купил их четыре года назад такие же. За одну сумму. Сейчас они выросли на четыре тысячи долларов у него в цене. На четверку выросли. Да. Он их купил за восемь. Они сейчас стоят двенадцать. А расскажи, с точки зрения бизнеса, есть такой момент, что если мужчина приезжает на дорогой машине, у него хорошие часы, с ним уже можно вести разговор. Есть такой момент. Деньги есть. Есть, да? Ты замечаешь? Да не то, что замечаю. Конкретно не по себе. Но мне об этом приводили примеры, где действительно переубеждали меня в том, что да, это важно. Хотя я тоже понимаю, ну нельзя, блин, как бы это ни звучало, но это важно. Встречают по одежке. Поэтому, ну, все зависит от кругов, где ты тусуешься и крутишься. Если ты будешь пить пиво перед подъездом, то там и останешься. Если ты будешь где-то в других кругах, ну, естественно, это важно очень. Круг общения для меня очень важен. И многие, ну, наверное, сторонники того мнения, что это не важно и ничего, и надо внутри, чтобы было нихера. Абсолютно. Очень важен круг общения. Поэтому для меня важно, чтобы мой сын ходил в дорогую школу, куда будут ходить дети влиятельных людей, где он с ними познакомится в детстве, и они останутся друзьями. И пройдут года, и это принесет ему пользу взаимовыгодную. Поэтому не надо вот эти, блядь, все понятия того, что надо вот, как наши деды. Да какие деды? Это было сто лет назад. Притормозите. Надо жить здесь и сейчас. Да, у них были другие принципы. Приоритеты другие, другие обстоятельства и так далее. Надо плыть по течению и соответствовать сегодняшнему дню. А не какие-то предрассудки и понятия устаревшие. Это дебилизм. У тебя же жена работала три дня в неделю и вот в 2019 она перестала работать. Да. В связи с твоей популярностью? Нет. В связи с тем, что мы приняли решение, во-первых, это соотношение время, деньги, удовольствие и какое-то, ну, в целом, это было невыгодно для нее. Тратила много времени. Это приносило не так уже много денег. И приняли решение, что она просто будет заниматься семьей, сыном и так далее. Потому что мы ему мало времени уделяли, ну, для каких-то там, ну, развивающих моментов. Его же надо куда-то везти, плавание и так далее. Ну, пошло на пользу, естественно. Она писала, что у вас есть дни, когда она на работе, ты с ним сидишь. Да. Когда она свободна, она с ним. А вы принципиально не брали ни няню себе, ни какую помощницу? Смотри, во-первых, я к этому отношусь так себе. Это очень ответственный момент. Поэтому какого-то постороннего человека, ну, доверить ему своего ребенка, это тяжело. Даже когда у нас родился сын, у меня не было денег на того, чтобы это, ну, были другие совсем, не думали о том, что надо няню и так далее. Тогда были другие вопросы, более острые. Просто зарабатывать деньги, как-то обеспечивать семью. Ну, конечно, жить так, чтобы няня, не няня. Ну, сейчас был бы у меня там второй ребенок, естественно. Я уже понимаю, что это, что и как. А расскажи, а Алина из более обеспеченной семьи, чем ты? Она такая личная девушка? Ну, смотри, я бы сказал, обычная семья. У меня очень хорошее отношение с тестем, с тещей. Ну, не было такого, да, что ты… Нет, нет, нет. Какого-то типа давления, что вот взять, взять, нехуй взять, да? Нет, нет. Не было такого, что ты реально объективно из менее обеспеченной семьи, а она, ну, вот, из средней. Да нет, нет. И тебе приходилось стремиться. Я-то не был этого, нет. Наверное, если бы это было, я бы сказал. Потому что это было бы заметно. А так у нас были отношения, и всегда остаются хорошие отношения с тестем, с тещей. Они мне помогли во многом, и относились ко мне всегда очень хорошо. Ты вообще рано женился, получается? 21 у меня родился сын. Не жалеешь о раннем роде? Ну, раньше сядешь, раньше выйдешь, как говорят. Ну, вот такие моментики. Нет, конечно. Я рад тому, что настанет момент, когда я буду молодой, красивый, в хорошей рубашке, курить кальяна, у меня сын со мной рядом будет его курить. Будете курить, да? Да, так что мне еще 40 не будет. Нет, на самом деле это круто, когда дети… Ну, вот и он скоро пойдет в школу. А я у меня 30 еще нет. Я его, помню, на одной руке держал недавно. Вот так. А сейчас он уже все, в школу будет газовать. Скоро. Так что это круто, когда рано… Ну, опять же, подожди. Рано, есть разные обстоятельства. У нас родился ребенок, когда было все очень тяжело. Но его рождение привело к тому, что начали… Действительно, с его рождением все поменялось кардинально. И это мне, конкретно мне, пошло на пользу, естественно. Для кого? Для него обстоятельства сложились так, что я начал работать, хоботиться. Не было бы его шуми, но осталось бы в Америке, наверное, там. А у тебя на историях сын повторяет за тобой разные такие словечки некультурные? Помнишь, когда там была тетка большим тузом, что она сделала? А не помнишь, как она была тетка за большим тузом? Ты не знаешь? Ну, за здоровенным тузом была тетка, помнишь? Ну, здоровенный тузом… Кто ты базаришь? Помнишь, как мне пропердели Тойоту? У папы была Тойота, да? Да, вонючая, мы пропердели. Ох ты ей ходишь! Что, погнали, Куриколян? Папа! Кто-кто? Где эта Илюха козлячья борода? А, да я не знаю, где он, где-то тыняется по подъездам. Где-то курят сигареты. Курят сигареты, да. Да нет, почему некультурные? Какие некультурные? Ну, жопа сказал. Ну, на Илюху обзывает. Козлячья борода. Было пару раз, да. Ну, нет, в общем-то, что такое? А есть же козлы, и у них есть бороды. Что там плохого? Ты же не послал куда-то? Ну, есть… Ну, представляешь, приходит он в школе, говорит, ну, что ты, козлячья борода? Я ему рассказываю. Учителю говорю. Где можно, где можно, где нельзя. Он мне каждый день сейчас говорит, что папа, я знаю. Ну, это плохое слово. Какое? Дебил. Сегодня говорил. Вчера говорил какой-то другой. Ну, такие безобидные. Баран. Ну, ты нормально, да, к этому относишься? А что в этом плохого? Ничего в этом плохого нет. Детям нужно дать свободу. Не такое вот, как эти переизбыток. Не надо их щемить за это, блин. Я вспоминаю вот наше поколение вот этих. Когда родители тарабанили этой по башке жаровней, блин, и чем угодно, чтобы типа что-то там сказал, ляпнул, покурил где-то там. Блин, зачем убивать? Потому что он, ну, малой. То есть не надо. Ну, естественно, нужно все контролировать, относиться серьезно ко всему. Но и щемить его в каких-то моментах. Ну, он же маленький мальчик, что ему 6 лет. Ну, сказал он там дебил. Или тогда что в этом такого? Я хочу, чтобы он был свободным, общался, чтобы он умел разговаривать, он не был зашуганным каким-то. И, короче, это время покажет, что все будет у него хорошо. Ты же его хочешь отдать уже в хорошую школу. Там же люди такие солидные, модные. Да почему? Не-не-не. Ну, как правило, образованные люди, они хорошо разговаривают. Не-не-не. Ну, так он же, я же не говорю, что он плохо разговаривает. Он у меня очень воспитанный. Ну, я имею в виду, что слова-паразиты присутствуют. Да нет, ну там ничего плохого. Думаешь, никак не повлияет? Нет. Это хорошо, когда тип чувствует себя свободно. И он в любом... Я могу разговаривать так, будто я только что с этим самым в Конгрессе был в США. Зависит от обстоятельств, от кругов, от людей и так далее. Нужно уметь крутиться. Конечно, да. Ну, соответственно, вот я где-то буду где-то с друзьями или там какой-то... Ну, я могу нормально гонять. А где-то буду в каком-то, при других обстоятельствах. Ну, буду, естественно, соблюдать какой-то левел и так далее. Ему надо уметь... Я хочу, чтобы он был свободным, чтобы он не стеснялся ничего, чтобы он чувствовал себя уверенно. Ты приехал в Украину уже в зрелом возрасте. У тебя есть друзья? Здесь у меня много друзей очень. Там какие-то старые, старые, старые из той прошлой жизни. Это были друзья с детства, либо какие-то бывшие одногруппники, одноклассники и так далее. Здесь знакомства, друзья и так далее. Какие-то более основательные и ценные. Это в основном кто-то связан с твоей профессией? Не обязательно. С этой сферы тоже много людей. Ну, Инстаграм, кстати, мне дал много знакомств и связей. Как бы ни звучало, тут нечего скрывать. Да, действительно, через Инстаграм я много с кем познакомился. И это были взаимовыгодные какие-то знакомства и полезные в целом для меня. Я летала учиться в Москву и жила там два года. И где-то два года ощущала такое одиночество, нет друзей, чужой город и реально была депрессия. Я знаю, что так не только у меня. У меня есть друзья, которые в Америку переехали, в Европу. Они тоже рассказывали, что от двух до пяти лет они чувствовали себя одиноко и реально был депрессия. У тебя было такое? Такого не было. Я по натуре такой человек, что мне надо, чтобы от меня просто отстали. И все. Мне нравится одиночество, мне нравится быть одному. И я ни по кому никогда не скучаю, если не говорить о каком-то максимально близком кругу, семейном. А там что-то где-то страдает, да это смешно. Не, мне надо взять комп, одеть AirPod, взять кальян и все. Быть на своей волне, отъел на себе. Я всегда был максимально открытым типом, на ровном месте могу нормально себя чувствовать, знакомиться с людьми быстро и чувствовать себя свободно. И нет для меня барьера какого-то, не знаю. Скажи, заметил ли ты с приходом популярности и с твоей блогерской карьерой, хоть ты не любишь этого, что люди стали с тобой общаться, чтобы получить какую-то выгоду? Я это вижу за тысячу километров, мне смешно. Нет, как можно быть 28-летним типом и не понимать, что с тобой общаются из-за какой-то корыстный момент. Если это взаимовыгодная какая-то вежуха и с тобой общаются из-за того, что хотят что-то получить, но что-то ей отдают при этом. Это да, иди сюда, потому что мне это тоже выгодно. А какие-то такие моменты, друзья, кто-то набивается. Я даже этого не допускаю, потому что я это вижу издалека. Это невозможно даже теоретически допустить кого-то в очень близкий круг общения, и при этом после этого почувствовать себя каким-то, не знаю, использованным. Ну как это выглядит? Просят отметить в стори с такого плана? А отметка в стори я никогда в жизни не отмечу, если не захочу сам. Даже если это близкий мой, очень близкий круг людей. Ну я захотел, я сам взял и отметил, и всё. Ну да, естественно, какая-то популярность, все эти моменты, связанные с этим, естественно, тоже были и прошёл через это. И постоянно люди пытаются навязать себя, свои какие-то трусы, начинают гонять по ушам, рассказывать там схемки, темки и так далее. Я смотрю и думаю, чувак, мне до этого, ну, рассказывали такие же движухи полчаса назад. И я не могу обидеть человека, потому что я всегда уделю всем время, и всегда там кто-то, ну, сфоткаюсь и так далее. Но тратишь кучу времени, если каждому, реально, каждому уделить время там сфоткаться, и каждый, ну, практически почти все что-то начинают рассказывать. А есть такие люди, которые не понимают, что такое приватность, что такое какое-то, ну, привет пока, сфоткались, до свидания. Есть такие, которые начинают рассказывать, насыпать, и там чуть ли не… Ну, это, естественно, да, бесит. Я не думаю, что настанет тот момент, когда я скажу, что все, я не фоткаюсь, действительно. Ну, подожди, если ты сидишь, ешь, и подходят, ты такой, суп. Так и есть такие. А, то есть тебе так подходит, да? Конечно. Конечно, так вот Алина, она так духорится страшно, я не могу сказать людям, потому что, как бы это ни звучало, ну, действительно, они же, ну, подписчики, видимо, не просто так подходят. Был бы ты дебилом, например, каким-то неинтересным, не подходили бы. Я рад, что многим нравится в целом мой вектор движения и какие-то там мысли и так далее. Они тебя принимают за своего такое, свой пацан не видят никаких границ. В основном воспитанный, в основном нормально, все хорошо, но бывают вот такие пассажиры, которые не… Заметил ли ты с приходом популярности хорошего заработка, что некоторые друзья отпали? Да я не сказал, не, наоборот. Что такое хороший заработок? Это тоже, опять же, понятие такое очень широкое. Хороший заработок, что такое хороший заработок? Ну, смотри, раньше ты на Инстаграме зарабатывал ноль, потом 15к долларов в месяц. Ну, они были эти люди и до этого. Не, я не заметил у себя какие-то косые взгляды и так далее. Хотя я уверен, что они есть. Мой близкий круг знакомых, друзей, он максимально открытый, все друг другу доверяют и так далее. Нету там левых людей. Я реально рад, что у меня есть в окружении люди, которым не важно, деньги там какие-то. Кто-то зарабатывает больше, кто-то меньше, кто-то больше, чем я в 10 раз, кто-то меньше, чем я в 10 раз, но при этом мы остаемся. Ты хотел серьезное интервью. Я тебе приготовила 10 вопросов из опросника Марселя Пруста 86 года. Полетели. Да, жизненное. Качество, которое вы больше всего цените в женщине? Преданность. Ваша главная черта? Не знаю. Юмор, наверное. Оно мне помогало всегда везде и проще живется, когда относишься ко всему так ответственно-безответственно. Если не собой, то кем бы вы хотели быть? Без понятия, не знаю. Нету тут ответа на этот вопрос. Можно, естественно, рассуждать, придумывать и так далее, но это бесполезно. Я тот, кто есть и все. К чему вы испытываете отвращение? К змеям. К змеям? Да. И все. Что является вашим главным недостатком? Безответственность максимально. Я такой тип, что если надо где-то что-то безответственно отнестись к чему-то серьезному, то залетайте ко мне. Я за вас буду относиться максимально безответственно. Это плохая черта, которая мне очень сильно мешает. Что вы считаете самым большим несчастьем? Потерять, наверное, близких каких-то. Исторические персонажи, которых вы презираете? Презирать, я никого не презираю. Вообще? Да, никого. Даже те же, которых стоит презирать, тоже были на своей волне, на своей движухе. Способность, которой вам бы хотелось обладать? Меньше тратить денег, да. Вот такой же жлобом быть больше, капитальным жлобом, чтобы не тратить деньги впустую, никуда и потом не помнить, куда они делись и так далее. Это, говорит, человек, который тратит 15 тысяч гривен на кальян, да? Да, больше. В месяц? Конечно. Ну, когда курится хорошо кальян, то можно тридцатку заторабанить. Как бы вы хотели умереть? Красиво. Ну как? Ну, не старым детдом, точно. Утонуть в океане, например. Ваша идея счастья? Что такое идея счастья? Что такое счастье для тебя? Наверное, уверенность в себе, здоровая семья, наверное, да. Для меня важно чувствовать себя уверенно. Когда ты понимаешь, что завтра все будет хорошо и все, а дальше все будет нормально. Ты в сторис говорил, что блогеры – это лодыри номер один на планете. Да, добилы. В основном. Ау, родные, какой блогер? Я себя вообще не позиционирую, как блогеры ненавижу это слово. У меня семья, у меня хабата, у меня свои дела, я не ебланю. А блогеры – это, короче, лодыри номер один, бля, на этом планете. Ты себя относишь к блогерам? А кто ты? Как ты себя можешь? Я не знаю. Сережа и все. Просто Сережа с определенным количеством подписчиков? Ну, вот так сложились обстоятельства, да. Что-то переросло в то, что имеем. А блогер, ну, вот такой. Хотя, в принципе, нет тут ничего такого, я думаю, обидного в том, что тебя назвали блогером. Просто блогер, допустим, есть бизнес-модель. Складывают деньги в типа, его раскручивают. Конечно. Да, да. Вот после этого монетизируется. Я начал снимать случайно. Ну, оно зашло, и вот пришли к тому, что имеем сегодня. Но блогер, не блогер, мне это все равно. Я вообще стараюсь не тратить время на это. Кто, что думает и так далее. Ну, блогер для тебя – это оскорбительно. Это не то, что оскорбительно. Я сидит даже, я не трачу на то, мне вообще все равно абсолютно. Блогер, не блогер. Ну, я там… Ты же понимаешь, я иногда говорю в историях такое, что я придумываю вот за секунду. Да. И забываю через секунду. И все. Так что, ну, может, что-то там сказал, ляпнул, потом забыл и проехали, и до свидания. Ну, можно и блогерам сказать, окей, да. Хай будет блогер. Ну, у меня же есть скрины, там, где тебе писали какие-то гадости. И за каждый божий день пишут? Да. Ну, конечно. И за твои слова тебе приходится как-то оправдываться за шутки? Мне надо. Я всегда говорю, слушайте… Слушайте, мне вот куча пишет жлобов, бля, трехкопеечных долбоебов, учит меня. Закрывайте свой ебальник. Ваше мнение никому нахуй не интересно, бля. Особенно мне, бля. Я такой тип, чтоб не поебать. Главное, чтоб кальян курился, охуенно, бля. Не хамлю, я говорю. Это же, понимаешь, девяносто девять процентов всей этой движухи интернетовской, она там и остается. Люди, когда хотят прийти и начистить тебе ебальник, они приходят и делают, они пишут тебе заранее, дядя, я сейчас приду и дам. Да. Они приходят и делают. И я всегда говорю, хукоплейс на Печерске, моков посажим. Добрый день. Я вот там полня и там полня. Приходите, если я неправен, ну, если я где-то был неправ, я позвал себе там лишнего, ляпнулся. Ну, придите, поговорите, я за диалог. А вот это все, раньше я реагировал, кстати, да. Бывали такие моменты, что действительно обидно. Вот тебе пишут такое, ты думаешь, ну, это же неправда, это несправедливо и так далее. Потом понимаешь, что, блин, это настолько огромный поток негатива несется, что если реагировать на все, это не хватит всей жизни, наверное, на все реагировать, отвечать и по итогу ничего с этого не получить. Потому что это как орех об стену. Ну, смысла нет. Исходя из твоих сохраненных сообщений и переписок, которые у тебя есть, я понимаю, что у тебя основная аудитория это молодежь. И, в принципе, люди, извините, пожалуйста, что я говорю свое мнение, есть и звезды, и люди, бизнес, но есть также быдло. Очень много. Быдло необразованные люди. Вы можете меня закидать камнями, но извините, пожалуйста, друзья, меня за мое мнение. Но, как ты считаешь, не ты ли провоцируешь вот этими своими историями? Притормозите, нет. А как это, расскажи? Потому что это невозможно. Люди, общество в целом, оно состоит из разных, там, звезды, там, медийный, бизнес и какие-то. Ну, приведи пример, где у подписчики, у кого-то, они все просто с Гарварда, Сокфорда, с Ельского университета. У меня хорошее. Ну, это ты так думаешь? Там буквально пять процентов, которые напишут гадость, либо скинь мне баблишко на карту. Ну, потому что ты не делаешь акцента. Я люблю, ну, провоцировать, да, люблю. Есть, конечно, это неизбежно, и мне все равно. Для меня, знаешь, что важно? Вот все эти моменты, когда я даже обращаю внимание на какой-то хейт, на какую-то полную херню, обращаю внимание, и в скринью, и в историях, и пишу что-то, мне все равно абсолютно, вот, что думают. Для меня очень важно донести правильный посыл для кого-то. И тогда, когда я обращаю внимание на какие-то моменты в историях, вот, допустим, мне написали что-то, херню какую-то, вот мне написали на прошлой неделе, тебе не стыдно носить дорогие часы. И я написал, говорю, что, подожди ты. И написал длинный текст. И я пытаюсь этим кого-то перенаправить в правильное русло, чтобы переосмыслили. И я часто говорю о том, что не завидуйте. Вы видите дорогую машину на улице. Это не обязательно тот человек, там, убил, перерезал горло, забрал у бабушки последнее. Может, он работал всю свою жизнь и купил эту машину. Ему сейчас 40 лет этому мужичку, и он ездит на Панамере на Новый. Потому что до этого у него была дешевле машина, а еще пару лет назад еще дешевле. И он пришел к этому постепенно. Для меня важно донести аудитории, ну, основной, ну, в моем понимании, правильный вектор движения. Не надо завидовать, надо работать, надо развиваться. Не надо тратить время впустую. Не надо окружать себя, опять же, циничный момент, важными для себя в первую очередь людьми. Круг общения должен быть взаимовыгодный. То есть, твои друзья, они должны быть, ну, строить, найти себе место тепленькое. И мне важно об этом писать, потому что я понимаю, что многие часто замечают, что мне пишут, что вот действительно вот кому-то это помогает. Казалось бы, я думаю, лежит Сережа на диване, трусит, такое пишет. А я пишу то, что думаю. Для кого-то это действительно важно. Я украинка, ты иностранный гражданин. И я заметила, что есть такое отношение к жизни у людей, которые там не достигли определенных целей, что, да, как ты сказал, богачи они плохие, либо кто зарабатывает достаточно, дайте нам… Это общепринятый такой в нашем обществе миф. Я же говорю про менталитет некоторых людей. То, что кто богатый, обязательно воровать. Правда, да. Что государство должно поддерживать людей и давать им деньги, а на самом деле просто нужно поднять свою попу и развиваться. Так вот, ты считаешь, что с помощью историй как-то можно… Ну, естественно, конечно. …переформатировать молодежь? Ну, конечно, да. Так это важно. Я уже вижу, что я влияю позитивно на какие-то моменты, потому что я знаю людей, которые конкретно вот мои советы, казалось бы, вот просто в истории, кому-то пошло на пользу. А я просто взял, высказал мнение. В этом и прикол, что ты лидер мнений, да. Я же не говорю, что только один я такой вот говорю, там, как надо. Таких людей много. Ну, мне повезло, что у меня есть эта узнаваемость, медийность и инструмент для того, чтобы это все правильно преподнести. Так что цель здесь и посыл, он куда глубже, чем просто тип снимает истории по мусоркам. А у тебя на родине тоже такое есть отношение менее богатых людей к богатым? По всему миру? Это же не Сингапур. Это тут 300 километров левее. Так что там одни и те же люди, что и у нас. Все равно менталитет же должен быть разным. Ну, в каких-то моментах может быть, но в целом мы же все в одной лодке из СНГ. Хорошо. Тогда с Америкой, если сравнить, или ты не можешь сравнить? Америка была давно у меня. Я был 8 лет назад в Америке. Да нет. Американцы – это вообще другая планета космоса. Американцам всегда все равно на все. И это правильно. Потому что тем, кому все равно, их не интересует только благосостояние своей семьи, свое здоровье и так далее. И они себе живут хорошо и нормально. Они стоят на бабл. Они в своем находятся в пузыре. А если там кому-то смотреть через забор, как у нас, и кому-то что-то завидовать, учить, ну, естественно, к чему это приведет? К тому, где мы сейчас находимся и как живет Украина. Вот уровень жизни и так далее. Тут, не знаю, пройдет, наверное, лет… Мой сын уже, это поколение, оно уже испорченное. Потому что я его воспитываю. Потому что я добил. Я его воспитываю. И в каких-то моментах я прав. А я тип из той среды, старой. Я же не говорю, что я самый правильный. И у меня есть, ну… Чувствуется то, что все-таки союз повлиял и… Ну, конкретно вот мое поколение, да. Мое поколение, да. Но, опять же, обстоятельства сложились. Почему? Потому что жил, рано понял, что такое ответственность. Ходилось сталкиваться со сложностями. И к чему я веду? К тому, что вот мой сын, да, это другое сын. Он 2014 года рождения. Но даже, наверное, его дети, внуки, если он их будет правильно воспитывать, тогда уже поменяется в целом мышление общества. И мы придем к чему-то, не знаю, к примеру, там, европейских стран. И не будет этого дебилизма, ненависти, зла, зависти и так далее. А у нас люди очень злые. И что бы ни говорили, что украинцы, мы… Да не важно, кто… Трудолюбивые. Как говорят? Бедные, потому что глупые. Глупые, потому что бедные. Так есть же богатые люди, которые наворовали реально… Да, ну, они есть везде. В 2000-х, в 90-х. Нет, подожди. Тут это… Блядь, это звучит неправильно, но… Не, ну, честно, есть же такие. Я видела миллионеров, которые поднимались с того, что там бандитские разборки устраивают в 90-х. Ну, так это были среда, так там времена были. Но сейчас они интеллигентные. У нас тоже заработать денег. Да. Я бы иди сюда. Первым был бы в списке, чтобы заработать, если там не идет речь о каком-то… Там кого-то что-то взять, забрать, украсть. Там же Ауме и не идет речь. Ну, да. Ну, это такое, это сложное… Короче, я слишком далеко, это самое… О чем я говорил? О том, что я воспитываю своего сына правильно в своем понимании. Он будет воспитывать, наверное, своих детей лучше. И следующие поколения будут другими. И мы придем к тому, что когда-то через 70-100 лет Украина будет на том уровне, где сейчас, например, не знаю, европейские страны какие-то. Надо просто не давать взятки, как минимум. Вот я не даю принципиально взятки. Хотя просят, хотя я могу раскатать за 3 секунды. Вот нарушить, и меня остановили, например, банальный пример там… Я могу довести до того, что… Подождите, давайте решим вопрос. Я не дам взятку принципиально. Потому что это влечет за собой, опять же, ну, коррупция. Так что… Такие пироги. А есть люди, которые обижаются? Ты там, например, записываешь истории и неприятные вещи на тех же дальнобойщиков говоришь? Да. Когда я последний раз снимал дальнобой, сказал, что они срут в коробки картоны, выбрасывают на трассу, срут бутылки, выбрасывают. Хотя это правда, есть факты подтвержденные. Меня добавили в какую-то группу дальнобойщиков, их там сотни тысяч. И мне сказали… Они мне сказали, что мне пизда, короче, пригодите. Да. И что, тебе пишут, ты не прав? Пишут, конечно. Сказали, что мне пробьет чердак. Да, говорили. Не, это совсем… Ты там извиняешься или как? Да не извиняюсь. Почему? Я ему сказал свое мнение. Подожди, я максимально осторожен. Я знаю, что такое получить по голове. И что такое отвечать за слова. Это надо контролировать себя максимально. Потому что, не дай Бог, что-то скажешь. А люди есть из разных кругов. Люди есть разных каких-то, не знаю, ну, убеждений. И кто-то, ты что-то можешь сказать, кто-то поймет правильно, а кто-то поймет неправильно. Да. Поэтому, ну, я держу всегда максимально нейтралитет. Тем, касаемо религии, касаемо каких-то, не знаю, личностных. Вот, допустим, я говорю, что мотоциклисты. Я говорю, что я запретил бы всех мотоциклистов в Киеве. Ну, я же гоню, естественно. Да, они мне не нравятся. Да, ну, в основном они такие, какие есть, безответственные. Они гоняют быстро. Ну, я же не говорю, что они все дебилы. Ну, дебилы есть везде. Бить в цели, говорят, что вот это дебилы и так далее, не надо. Потому что получишь по башке быстренько. Ну, что есть разные. Ну, есть люди, которые не понимают этого. Ну, я знаю типов, которые тоже так, ну… Базарили, базарили, и по итогу это негативно сложилось на ситуации в целом. Поэтому надо фильтровать базар. А ты выставлял у себя в историях, что люди в основном злые. Как ты считаешь, почему злые? Из-за бедности? Да. Уровень жизни иногда, это очень плохо. Уровень жизни сказывается на настроении, на восприятии всего, что происходит вокруг. На самом деле, это печальная история очень. Я думаю, мне иногда пишут такое, ну, насыпают очень. Ну, и ты смотришь, заходишь на страницу и думаешь, а что такое, когда произошел этот переворот у тебя в жизни, что ты таким стал. Ну, можно, по сути, найти этого человека, если он коснулся личного. Вот у меня был такой момент. Какой? Ну, вот что коснулся тип, насыпал такое, писал мне, ну, очень максимально такие вещи, о которых нельзя такое говорить. Угу. И я его нашел. И? И уже были готовы поступить с ним так, как я считал нужным. И Алина меня переубедила. Он сказал, не надо, потому что он вырос, и он не виноват. Я осознаю действительно, что он, ты дебил, потому что у тебя плохой уровень жизни, у тебя нету, не знаю, там, круг общения, воспитания, родителей какие-то. Ты лишенец, чего-то тебе не хватало в детстве. Ты стал тем, кем являешься сейчас, и пишешь, ну, пишут мне такое. Так что не надо просто обращать внимание на такие моменты. Неоднократно видела истории, где ты раздаешь деньги либо бабушкам, либо бомжикам. Да. Господа, я журналист, хотите заработать 200 гривен прямо сейчас? Держите, и можете передать подписчикам всего наилучшего, пожелания от души, можете передать? А кому передать? Подписчикам, подписчикам. Это что? Это подписчикам, подписчикам. Миледи, добрый день. Добрый день. Для вас подарок от подписчиков, возьмите прибавку к пенсии. Большое спасибо. Не за что. Знаете, что? Вы тоже спишите, я бы хотела, чтобы мне телевизор наедит был, и там чуть-чуть. Это как желание помочь, развлечение, контент? Я не знаю, что это такое. Ну что это для тебя? Во-первых, это показать правильный пример. Давать деньги тем, кто их потратит на выпивку? Это ноль. Так что в этом плохого? А? Ну ничего плохого в этом нету. Потому что я говорю о том, что снимать – это не снимать. Вот многие тоже мне писали о том, зачем ты это снимаешь? Закрой рот и дай. А зачем? А я хочу показать пример. А я хочу, чтобы вы знали, что я помог. Что в этом такого? Ничего там такого нету. Ну мне не жалко этих трех копеек. Или я же не даю там суммы огромные. Ну для них может существенно. Я пытаюсь, как я и говорил раньше, донести правильный пример в вектор движения. Вот я считаю, что это хорошо. Тоже помогайте кому-то там нуждающимся. И это важно. И я рад, что у меня есть такой ресурс, где я могу выразить эту свою позицию. А как же это мнение? То, что если дать деньги бедному, он их, грубо говоря, профукает. Если дать богатому, он их приумножит. А нет, это бред. Ну ты знаешь такие примеры? Ну да. Есть у меня люди, которые мыслят, как богатые. Это мой папа. Это не приходит за день, за два. Даешь деньги, он умножает. Ну если человеку нужны деньги, они ему нужны здесь и сейчас. А не для того, чтобы ты дашь кому-то там 500 гривен. Ну и он что пойдет, что с ними сделать? С этими 500 гривен. Как он приумножит 500 гривен? Купить картошки на трещине на рынке в 4 утра и продать дороже потом можно через 3 часа. Вот тебе бизнес-модель. Но помогать надо в любом случае. Ты как-то считал, какие ты суммы выделяешь на благотворительность? Да, ну всегда по-разному. Не считал, да? Нет такого, да? Нет, это немного. Ну не знаю, я могу больше намного выделить. Ну сколько там? Три тысячи, десять, двадцать тысяч? В месяц, да? Да. Ну там не меньше десяти, наверное, тысяч гривен. Это мало, не знаю, много, мало, без понятия. Сам факт, что помогаешь для меня важен. И не обязательно надо это выставлять в историю. Ну вот есть, допустим, страницы вместе. Они там выставляют детей, которые болеют. И я знаю уже сколько там, пять или шесть случаев, когда я закрыл, и я решил вопрос. Вот я выложил, там надо было собрать 300-400 тысяч гривен. Их собрали. Я понимаю, что если я бы не выложил. Могли не собрать, да. Ну кто же на это сложилось бы, да. И там не знаю, что там осложнения какие-то были. Порок сердца. Ну с пороком сердца живут. Но в любом случае это я свое внес. И это важно. У тебя такое интересное чувство юмора. Ты смотришь какие-то передачи юмористические? Нет, меня бесит страшно. Нет юмора. Я смотрю с каменным лицом всегда. Вот этот юмор, эти стендапы. Эти типы, васыльки, которые вылетают на сцену и начинают трусить такую. Блин, ну такой бред. Я смотрю, и у меня реально просто лицо каменное. Типа что там? Ну вот понятие юмора, оно очень абстрактное. Юмор есть, юмор, когда он актуальный. Когда он актуальный в свое время. Есть шутки, которые они, ну шутки, слово Петросян. Ну какие-то моменты, они когда актуальны, они залетают. Вот был мой подпальщик полтавский, который поджигал в Полтаве квартиры. А ему нравилось то, что полтавский поджигатель. Протягом этой ночи я гулял по Полтаве, по улице Балакина. И решил поприкалываться, поподпаливать двери в подъездах. И в какой-то момент он так, я ему дал вторую волну популярности этому видосу. Я столько монтировал и мутил этих видосов с ними. Это было актуально тогда. Потом забыл, потом появилось что-то другое новое. Так что, что там смотреть? Для чего мне смотреть? Для того, чтобы с этого себе взять какие-то идеи? Нет, это бред. Не надо ни на кого равняться конкретно в этом вопросе. Нет у меня в этом будущего. И нет у меня в этом карьеры. И не вижу я здесь перспективы никакой. Ну я не вижу себя в этом дальше. Ну я снимаю, ну взял, ляпнул первое, что пришло в голову и забыл через 3 секунды. И все. А люди придают этому слишком много значения? Ну иногда да. Ну это такое. Я же говорил всегда, что ну подождите, мне все равно. Я буду говорить, что хочу. Ну естественно, аккуратно, осторожно, никого не обижая при этом. Но особого сильного какого-то значения я этому не придаю. Нет в этом конкретно для меня дальнейшего развития. Хотя есть куда. И это, как показывает практика, это хорошо монетизируется. И все эти моменты для меня естественно только позитивные. А насчет монетизации уже не онлайн, а в оффлайне, ты думал кальян-бар свой открыть? Думал, да. И что, как с этим дела? Мне жалко денег. Жалко на кальян-бар? Так это же 250-300 тысяч евро, это большие деньги. Это ты узнавал столько стоит? Так это там уже все нарисовано и готово. Давайте бабки. А там какой-то лакшери кальян? Почему? Нет. В Киеве это небольшие деньги. Конкретно если там 150, не 150, но 200 квадратов open space и нормальное. Потому что надо делать нормальное, а не жлобское какое-то за три копейки. Понятно. Ну это нужны большие деньги. Да, я люблю вот это все курить и я бы с удовольствием занимался бы этим, но это большие деньги. Я не готов лично свои деньги в это инвестировать, потому что я далек от этого конкретного вида бизнеса. Ресторанный бизнес, он априори убыточный. Если у тебя нет в сети какой-то, если ты уже не какой-то тип состоявшийся, и ты открыл его просто, чтобы он был. А вот просто так взять, открыть, ну у меня самый большой плюс в том, что там не будет никогда минуса и так далее. Потому что с инсты, ну аудитория, я могу вечно тусоваться и жить там. Это такое, в теории да, и может быть когда-то оно и будет. Это на самом деле не самый актуальный мой вопрос сейчас. Там открыть коляны, ну не открыть. Ну может быть. А из актуальных бизнесов что бы тебе хотелось? То, что приносит, если говорить о какой-то новой сфере, да? Да. Да я не знаю. Новая сфера. Сфера торговли мне всегда была интересна. Не торговля, это очень я занимаюсь, биржевая торговля банальная. Та, которая работает уже тысячи лет. Купил дешевле, продал дороже. Ну опять же тут сложно судить о чем-то. Не знаю. Я не, конкретно сейчас, я использую все возможности и монетизирую любое телодвижение. Даже инстаграм тоже. А какой-то бизнес строить с нуля, оффлайн, бизнес это тяжеловато. Ну ты имеешь ввиду как? Например, у меня продаются собаки, да? Я тебе говорю, хочу чтобы ты выставил рекламу, потом по ссылочке люди переходят, а ты получаешь процент? Не, не совсем. Или как это работает? Не, не, не. Тут, если говорить о трафике, да? Да. Ну тут льется трафик под определенную, там не знаю. Целевая аудитория льется на определенный канал. Вот есть каналы, даже тот же инфопродукт, что у меня есть обучение по крепке. Да мне стыдно об этом говорить, вот честно. Потому что я не хочу выглядеть как вонючий инфоцигург, который трусит, говорит ну ты что покупаете, покупаете, покупайте. Я могу каждый день снимать, говорю покупаете, покупать и обучение и зарабатывать это 100 тыс. Что мне мешает? Ничего, я этого не делаю, мне стыдно перед собой. Мне стыдно об этом говорить людям, не то что стыдно. Я не могу снимать и говорить пацану ну мы продаем обучение, мы продаем, продаем. Почему я его не продаю? Мы продаем его тогда, когда есть время. Вот у меня есть пацаны, которые со мной работают в офисе, которые торгуют. Когда у нас появляется время, мы набираем тогда 40 человек, 50 человек. Есть 50 мест, залетайте, сыпьте бабки, и все, и полетели. А я могу каждый день об этом тарабанить, снимать истории, все, все, все. Ну ты же говорил, что тебе чисто уже невыгодно. Это не те деньги, ради которых ты хочешь напрягаться. Тогда не было выгодно. А уже сейчас выгодно. Ну выгодно, потому что идет масштабирование, расширение. Больше людей, больше нубы. Я привлек людей, которые занимаются. Я вообще не участвую в этом. Я участвую только в какими-то, не знаю, организационные моменты. А так занимаются другие люди. Ну как лицо компании. А я имею ресурс, да. Ну я этот продукт создал, я его придумал. Я его, по сути, идейный создатель. А занимаются конкретно процессом обучения другие люди. И я к тому, что я не хочу, чтобы у людей было, ну в аудитории было ощущение того, что этот тип, ну он просто начинает, ну продает инфопродукт. Я могу это делать, да. Но мне мешает ответственность какая-то. Так что монетизация, она есть. И она может быть в разы больше, в пять раз больше. Но я этого не делаю из-за того, что есть просто какой-то барьер, который мне не позволяет изнутри. Потому что я из тех времен, конкретно в данной сфере в Крипте, я помню биток по 180 долларов биткоин. У меня обороты были по 70 биткоинов в неделю на P2P биржах, ну обмен локал биткоин. А сейчас сколько? А сейчас, ну это совсем другая сфера. P2P обмен, это долгая история, это обмен конкретно, а не торги. И я сейчас вспоминаю те времена, я смотрю свои старые аккаунты, которые 15-го года, и понимаю, что там 700 тысяч долларов за неделю крутилось, ну по нынешнему курсу, либо когда был на хаях, там 19-800 максимум. А тогда это было, ну 20-ка, окей. Так что, ну, я из тех времен, когда я на этом действительно заработал, это были первые большие деньги, ну относительно, пошли оттуда, скрипты. И я не могу себе сейчас позволить где-то там внутри снять историю, говорить обучение, обучение покупать и покупать, и покупать. Ну, может быть, когда-то я начну это делать, ну, это принесет мне больше денег. Наверное, что-то я потеряю какую-то, не знаю, для себя. Значимое что-то. То, что я это не делаю из-за того, что я чувствую ответственность перед самим собой в первую очередь. Ты раньше рассказывал год назад, что хочешь переехать в США. Как сейчас поменялась ситуация? Да, блин, не знаю даже. И хочется, и не хочется. Хочется ездить по нормальным дорогам. Хочется не попадать в ямы, меня лиски варить поток, с одной стороны. Но с другой стороны, Украина, конкретно сейчас, это вообще Клондайк развития, можно улететь в космос. Учитывая все обстоятельства, которые у нас возможны в стране, в Америке, ну, меня бы закрыли в тюрьму, наверное, даже за мою деятельность. Что штат Нью-Йорк облагается налогом, вот конкретно моя деятельность. А я тут налог плачу, но я его плачу, потому что проходит у меня по ФОПу, например. Я катаю деньги, ну, воплатил там налог, все. А то, что, допустим, в США, там жесткий контроль, ну, это мне помешало бы. Я бы не смог переехать в США, я не хочу понижать уровень жизни. А если я перееду в США, это уже не тополь, то уже другие обстоятельства. Поэтому и хочется, и не хочется. Я хочу туда просто поехать, находиться там. Там хотя бы, да, понять, как мне сейчас при данном раскладе комфортно-некомфортно. Потому что тогда это было, когда я был там, это были совсем другие обстоятельства, и другие суммы, и деньги, и так далее. Ты начал бывать за границей активно вот только в прошлом году. Почему? Не было денег. Потому что я был три года какой-то. Я был три года невыездной из страны. Это что, документы делали? Да, недолгая история. Я был три года невыездной из страны. И меня дали, прошлым летом мне открыли выезд, и я полетел. Как самолет, да. Что еле остановился, да. Ну, вот такой опыт хороший, да. Я прилетал в Киев на день, на два, чтобы переодеться, пересыпать другие шмотки, и полетел дальше. Ну, я был три года невыездным из страны, да. А жена без тебя не путешествовала? Нет, так она меня так щемила за это, говорила, сделай уже, решила просто. Расскажи глобально разница жизни в Молдове и здесь. Да я не знаю. Не отличается? Меня там уже нет. Там где-то какие-то прошлые моменты. А так, ну, одни и те же люди, одни и те же проблемы. Ну, уровень жизни практически один и тот же. Здесь больше страна, больше возможностей, естественно. А там, я полагаю, что просто скучнее. И все. У вас есть такая территория, как у нас сейчас Донецк, Приднестровье. Приднестровье у нас. Да. Что вам об этом в школе рассказывали? Ничего. Просто ничего? Ну, в то время, когда я учился, это была еще современная какая-то, ну, конфликт. Он же только-только-только его законсервировали. Ну, ввели там миротворческие силы. И, видимо, не успели еще вписать в учебники истории вот этот момент. Ну, там обычная территория заморозка конфликта, как, скорее всего, ждет Донбасс и Луганская область. Потому что заморозка конфликта, автономию дают условную какую-то. Молдавия не признает эту территорию. Они, естественно, признают свою независимость, и они отдельные. Это замороженный конфликт, который уже в Молдове 20 с чем-то летом, с 92-го года война. И никакого развития вообще не ждать? Молдова больше потеряла с этого из-за того, что были моменты, вот, Европейский Союз дали без виз. Но для того, чтобы стать членом Евросоюза, решите вопрос с Пренестроем. У вас, ну, конфликт, по сути, на территории. Решите вопрос. Вопрос не решается. Так что такие темы, мне аж, не знаю, я стараюсь не вникать в это, политические какие-то. Там уже все ясно и понятно, что будет дальше, и чем все закончится. Просто, ну, мы ничего не сможем поменять. И так же, ты думаешь, будет с Донецком? Ну, скорее всего, это не то, что, это, ну, в моем понимании, это наименьший, менее безопасный вариант и безболезненный для страны, для экономики, для самого региона, для людей, ну, местного населения, гражданских там и так далее. Чтобы просто им дать какую-то условную автономию и не, хотя бы не ввести там боевые действия, потому что страдают, ну, кто в первую очередь, гражданские. А с момента, когда ты сюда прилетел и сейчас, ты заметил, как меняется Украина, как улучшается? Стали больше доходов у людей. Вот даже я от этого поймал эти моменты. Ну, я с 14-го года, но, ну, конкретно я, может, у кого-то не совсем правильно, говоришь, увеличивается. Ну, я замечаю динамику, хороший рост. Да это нормально, ну, в любом обществе развивающемся, это нормально, ну, увеличиваются доходы, увеличиваются у людей возможности. Ну, я замечаю, ну, конкретно я. А ты хотел бы, чтобы сын здесь жил или все-таки за границей? Ну, я не знаю, я пока не могу сказать, да, потому что здесь есть возможность за границей, ну, может быть, и за границей, скорее всего, ему будет легче развиваться. Кирилл, зайчик, я же тебе сказал, алло, вылетай оттуда. Ну, уже все, закончили. Не мешает, не шумит? Не, ну, нормально, как раз тему про сына. Да, как раз сын сзади. Все, игра, не прыгай, только там тусуйся, там не прыгай, окей. В общем, посмотришь по ситуации, как он будет учиться, как общаться. Ну, надо будет оно ему, потому что, если он не захочет где-то, ну, я же его не отправлю, не по его воле. Потому что там скучно, я полагаю, что там скучно, ну, где-то молодого типа отправить куда-то, не знаю, в Вену с дедами там какими-то или там такие же типы. Я полагаю, что там скучно здесь, веселее, скорее всего. Ну, вот опять же, мое мнение. Друзья, конкурс. Короче, Дорогулькина, настанет момент, и мой сын захочет зарегистрировать свой инстаграм-аккаунт, и я решил разыграть эти 50 долларов. Напишите в комментариях его будущий ник. Если мне понравится, объявим победителя, и он получит эти 50 американских гривней, на которые наступил Себек. Все. Друзья, участвуйте в конкурсе, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Все, спасибо, что смотрели. Ждем от вас правильные ответы. Спасибо Себеку и Сереже за родилка. Взаимно, и вам спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok